Nokia 3600s. Разбор. Как считает компания-производитель, этот аппарат ориентирован на молодых людей. Тем не менее, продвинутых функций в нем нет, зато смотрится слайдер достаточно стильно. Снимаем аккумуляторную крышку и батарею. Отверткой Т6 выкручиваем 6 винтов. Далее металлической лопаткой очень аккуратно поддеваем корпус вместе с платой и выдавливаем боковые фиксаторы. Затем поддеваем плату вместе с задней частью корпуса и очень аккуратно вынимаем плату с задней частью корпуса. Внимание! Корпус снимаем только после того, как мы вынули плату. Далее отключаем межплатный шлейф. Вынимаем плату, раздвигаем механизм слайдера и вынимаем рамку с клавиатурой. Далее механизм возвращаем в прежнее положение и металлической лопаткой отщелкиваем фиксаторы, чтобы снять переднюю панель. На системной плате Nokia 3600S находятся в нижней части контакты антенны, контакты АКБ, контакты полифонического динамика, кнопка включения камеры, коннектор межплатного шлейфа, контакты сим-считывателя, разъем считывателя флешкарты, разъем дата кабеля microUSB, контакты разъема заряда, вибромотор, контакты подсветки камеры, камера, контакты комбинированного шлейфа с кнопкой включения, боковыми кнопками громкости и разъемом аудиогарнитура. С обратной стороны находится цифровая клавиатура. На задней части корпуса находятся шлейф с кнопкой включения, кнопкой громкости, разъем аудиогарнитуры, разъем заряда, контакты подсветки камеры и контакты антенны. С обратной стороны задней части находится антенна и вспышка камеры. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 3600S посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.